ОГЭ и ЕГЭ. Эти три буквы заставляют вас в буквальном смысле дрожать. Кто-то начинает готовиться к экзаменам за год, кто-то за месяц, а кто-то вообще не начинает и ищет лазейки и способы списать это злосчастный ЕГЭ или ОГЭ. Я специально провел целое исследование, опросил всех своих подписчиков анонимно и выявил пять лайфхаков и способов, которые реально работали и прокатывали своими зрителями, о том, как они списали ЕГЭ или ОГЭ. Так что ставь лайк, иначе, как говорится, не сдашь. Если вы живете в селе или в маленьком городе, то считайте, что вам несказанно повезло, потому что из-за нехватки финансирования обычно в таких городах в школах не устанавливают металлоискатели на вход. Так получилось и мой подписчик, поэтому телефон он спокойно пронес во внутреннем кармане пиджака, списал интересующие вопросы на листочке, отошел в туалет, сфотографировал эти задания и его репетитор прислал ему через несколько минут ответы. Также мне рассказывали, что для малых городов закупаются самые дешевые веб-камеры и женщины-смотрительницы закрывают своим большим телом специальный ракурс для того, чтобы ученики могли спокойно списать все, что им надо. Но такие штуки работают только в малых городах, селах или деревнях. Так что будьте аккуратны, не надейтесь на это. Самый распространенный способ – телефон в ботинке. Многие из моих подписчиков так делали, даже мои знакомые все прокатывали. Ручные металлоискатели никто не опускает так низко, а рамки не срабатывают тоже на ботинок. Поэтому будьте осторожны. Вот, конечно, нужно обувь подбирать соответствующую, и штаны, чтобы были чуть длиннее, и это все каким-то образом закрывалось. Но, как бы, на свой страх и риск очень опасное действие, потому что, например, у одной подписчицы моей просто в ботинке, она все принесла успешно, и у нее просто там зазвенел будильник, ее выгнали без возможности пересдачи в этом году. Ужасная история. Следующий лайфхак помог Мише списать ЕГЭ по литературе. Он очень ответственно подошел к своей миссии списывания. Для этого ему понадобился телефон, AirPods, один из AirPods и повязка, то есть любой бинт, как я понял. Миша за неделю до экзаменов покупает справку о том, что у него травма головы. Ничего серьезного, но нужно две недели ходить с повязкой специальной. Дальше он заряжает полностью наушник за один день до экзамена, вставляет его в любое интересующее ухо. И, воспользуясь повязкой, он завязывает себе голову. Ну, то есть как-то так выглядел Миша примерно. Я не знаю, что там в справке написано. Может, он на Афгане воевал. Но неважно, справки все покупаются в нашей замечательной стране, поэтому в этом не проблема. Самое главное, что наушник здесь спрятан, и за белым бинтом его абсолютно никак не видно. И никакого сомнения о том, что у вас тут здесь есть, нет. Потому что вы просто как бы контужны. Сейчас я докажу, что все это работает. То есть, ну, в принципе, любой язык. И самое главное, что он списал именно по литературе, потому что он отошел со всем этим в туалет. Телефон у него был, опять же, в ботинке, спрятан по той же системе. Отошел в туалет и просто проговорил, потому что у AirPods есть как раз микрофон, и здесь он у нас не закрыт. Проговорил то, что ему необходимо. И учительница по литературе, репетитор, ему сразу, у нее есть там готовое сочинение. В тот момент, когда он сидел в кабинете, ему спокойно диктовал. У них была система кашляния. То есть, если вы один раз кашлянул, она это слышит, она пересказывает в последнем приложении еще раз, если вдруг он сбился или медленно просто пишет. То есть, такая система тоже сработала. Это реальная история. Но, как бы, напишите в комментариях, насколько это практично. Похожая ситуация произошла с подписчицей Дианой. В прошлом году на ЕГЭ слили все ответы по химии. Но у нее тоже была купленная поддельная справка о том, что у нее травма руки, и ей необходима повязка. Вот такая, примерно, повязка, только черного цвета была на ней. То есть, у меня просто бинт. Она сделала ее очень интересно, очень умно, сейчас все расскажу. Но, перед тем, как зайти в кабинет на этапе досмотра, у нее были еще одни Apple Watch только на этой руке. И, соответственно, так как сейчас с часами никого не пускают, она берет и говорит то, что, ой, с часами нельзя, снимает эти часы, отдает охраннику, дарит их. И поэтому с нее любые подозрения сразу были же сняты моментально. Но здесь у нее, как вы поняли, находится Apple Watch. И закачанная ответа по химии. И черная повязка, которая полностью копирует цвет Apple Watch. Она вот так вот на экзамене раздвигала, спокойно это все списала. Здесь были сами ответы. Для того, чтобы на камерах не было, допустим, белого свечения от экрана часов, она спокойно закачала эти ответы на черном фоне. В этом году ответы, как мне сказали по секрету, будут только по химии, по профильной математике. Это слитая информация. По другим предметам ответов точно не будет. Поэтому только с химией такое, возможно, проканает. И последний интересный лайфхак от моего подписчика Димы. Все мы знаем то, что заранее нам известно, в каких школах мы будем писать ОГЭ или ЕГЭ. Так вот, Диме уже за неделю примерно сказали, что он будет писать там в той-то школе. В этой школе, где он будет писать экзамен, у него есть знакомый. И этот знакомый выведал информацию, в каком именно кабинете будет проходить экзамен по математике, который будет сдавать Дима, и какие близлежащие туалеты там расположены. Что делает Дима дальше? Он включает смекалку, берет телефон, за день до экзамена полностью его заряжает, и покупает вот такой вот водонепроницаемый чехол, 100% водонепроницаемый. В Галамарте Дима его купил за 69 рублей, я тоже. В него кладет телефон при помощи друга, который учится в той школе, где Дима будет сдавать экзамен, отправляет, передает ему этот телефон. Друг спокойно идет в туалет, около которого будет проходить экзамен у Димы, и кладет вот эту штуку в сливной бачок унитаза. Вот сейчас вам это все продемонстрировано подробно, как я это делал. Никто из тех, кто будет принимать экзамен, не додумается проверять сливные бачки унитаза, потому что это очень глупо. И ваш телефон там пролежит до момента, пока не начнется с вам экзамена. Когда экзамен начинается, понятное дело, Дима спокойно, чистый, заходит под всеми металлоискателями и так далее, ничего не боится, спокойно смотрит свой Ким, и когда ему нужно будет уже что-то узнать в интернете или воспользоваться помощью репетитора, он спокойно переписывает нужные вопросы на листочке, кладет его в карман и идет в туалет, кладет руку в сливной бачок, можно взять свои перчатки, если брезгать, и мы не брезгаем ничем этим всем, и спокойно достает из бачка телефон, пишет репетитору, проходит какое-то время, репетитор присылает ответы, он все это снова переписывает на листочек, телефон кладет сливной бачок. Все, проблем никаких нет, главное его потом оттуда не забыть забрать. Вот такие вот пять необычных, но проверенные на себе школьниками способы списать ЕГЭ, принести телефон были, я вам о них и рассказал, поэтому если понравилось видео, ставьте лайк, напишите в комментариях, какой из этих способов более вероятный, каким, возможно, будете пользоваться или уже пользовались вы, но все-таки вот мой вам главный совет, не пытайтесь обмануть систему, ставьте лайк, пишите комментарии, я вас люблю, с вами был Иден, пока!